Итак, друзья, продолжаем. Дальше у нас идут западные парки. 13-й парк. Это национальный парк Гомби-стрим. Здесь у нас по факту самый маленький парк Танзании. Идеальное место для наблюдения за шимпанзе вблизи. Из других приматов можно увидеть красных колобусов и павианов Анубиса. Здесь у нас озеро Танганика. Данный парк досягаем только на лодке. Реальная съемочная площадка фильма о Тарзане. Менее дорогой и легче по доступности лодка из Кегомы, чем парк Махале. Про него позже сейчас расскажу. Очень уединенный парк. Ну и здесь работала легендарная Джейн Гудл. Кто не знает, кто такая Джейн Гудл, можно погуглить, посмотреть. Очень много сделала для животных. И в мире изучения обезьян, можно сказать, фактически произвела революцию. Чем заняться? Наблюдение за шимпанзе, прогулки на лодке и плавание и снорклинг в озере Танганика. Когда посещать? В принципе, можно круглый год. Но лучше, конечно, сухой сезон с июня по октябрь. Национальный парк в Махале Маунтинс. Второй парк, в котором в Танзании можно посмотреть шимпанзе, наряду с Гомби, более тяжело досягаем. Значит, у нас здесь что есть? Особенности парка. Озеро Танганика также примыкает к озеру Танганики. Шимпанзе, конечно же. А это, в принципе, из-за чего едут в этот парк. Место обитания шести видов обезьян. Кроме шимпанзе, желтый колобус, желтые бабуины, красные колобусы, ангольские колобусы, краснохвостые обезьяны, зеленые мартышки, голубые мартышки. Плавание и снорклинг в озере Танганика. И это очень уединенный парк. Чем заняться? Наблюдение за шимпанзе и каякинг. Рыбалка. Можно сделать еще здесь. Плавание и снорклинг. Прогулки на лодке по озеру. И посещение местной деревни. Культурный тур. Когда посещать? Ну, также оптимально все-таки с июня по октябрь. Когда нет сезона дождей. 15 парк. 15 парк. Это у нас с вами остров Рубонда. В чем особенность парка? Парк находится на острове. Здесь у нас остров расположен в озере Виктория. В котором водится нильский окунь, достигающий 10-15 килограмм. 400 видов птиц. Включая африканского серого попугая. Жако. В парке есть завезенный сюда шимпанзе в свое время. Лет 40 назад завезли. В 67 году, если не изменяет память. Это тоже очень уединенный парк. Чем заняться? Наблюдение за шимпанзе и за птицами. В сафари на лодке по озеру и на машине по парку. Рыбалка. Прогулка на лодке, да, сказал, по-моему. Когда посещать? В принципе, круглый год можно посещать. Остров Саанана. Особенности парка. Парк на острове. Расположен остров в озере Виктория. Это единственный парк в Африке, расположенный в черте города. То есть от острова совсем недалеко до города Муанзе. Чем заняться? Прогулки по огромным валунам, наблюдения за птицами, экскурсии на лодке, рыбалка. В самом парке есть тоже животные, привезенные сюда. Зебры, антилопы, антилопы гну, дик-дик. И даже пару львов, правда, в вольере находятся они. Привезены были в свое время один в Старангире, другой в Серенгете. Завезли их, болели, насколько я помню. Здесь выходили. Дальше у нас идет 17-й парк с ярким названием. Сейчас у нас пошли парки на границе с Руандой. Это Ибанда Кьерва. Особенности парка. Акацевые саванны. По границе парка протекает река Кагера, которая является, естественно, границей с Угандой и Руандой. Животные различные. Очень уединенный парк. Чем заняться? Сафари на джипе и наблюдение за птицами. 18-й парк. Также экзотическое весьма название. Романика, Карагве. Особенности парка. Глубокая долина с извивающимися реками, впадающими в озера. Густые кустарники и очень уединенный парк. Чем заняться? Пешие сафари. Сафари на джипе. Наблюдение за птицами. Рыбалка. Прогулка на лодках. Когда посещать? С июня по октябрь. 19-й парк. Это у нас Буриги-Чато. Особенности парка. Озеро Буриги. Третье по величине озеро в Танзании. Вдоль озера большое количество островов. Много озер с пресной водой. Глубокие долины с лесосаванами. Миомба. И очень уединенный парк. Чем заняться? Сафари на джипе. Прогулки на лодке. Наблюдение за птицами. И рыбалка. Когда посещать? С июня по октябрь. Национальный парк Кигося. Номер 20. Особенности парка. Большое количество рек, озер и болот. Очень уединенный парк. Чем заняться? Сафари на джипе. Прогулки на лодке. Пешие сафари. Когда посещать? С мая по октябрь. Национальный парк Угала Ривер. Это номер 21. Особенности парка. Река Угала. С песчаными берегами, заводями. И здесь самые крупные крокодилы в Африке на ряду Сиренгети. Никто, наверное, не измерял, где крупнее в Сиренгети или в Угале. Но считается, что крокодилы здесь просто невероятных размеров. И самые большие, которые когда-либо видели в Африке. Чем заняться? Сафари на джипе. Когда посещать? С июня по октябрь. 22. Национальный парк Катави. Особенности парка. Водянистая луга вокруг озера Катави и окаймеленное пальмами озеро Чада. Лесо-саванны Миомби. Миомба, sorry, извините. И озеро и болото. Чем заняться? Сафари на джипе. Пешая сафари. Когда посещать? С июня по октябрь. 23. Национальный парк Китула. Очень необычный парк. Особенности парка. Благодаря разнообразию сезонных цветов, местные называют парк садом бога. Разнообразие бабочек, хамелеонов, ящериц и лягушек. 45 видов орхидей и множество других цветов. Редкие птицы, дрофа, денхема и синяя ласточка. Чем заняться? Пешая сафари с наблюдением птиц и созерзанием цветов. Если вы ботаник, если увлекаетесь цветами, деревьями, то вам именно сюда. И еще чем заняться? Прогулка к водопаду. Когда посещать? С декабря по апрель сезон цветения цветов растений. И у нас с вами идет 24 парк. Это Восточный парк. В нем про него я расскажу в следующем видео.